На Кубани ужесточают масочные режимы, а мобильные комплексы с вакцинами начали выезжать на предприятия. Прививки теперь делают целыми коллективами. В Анапе, например, работникам образования ставят укол прямо на рабочем месте. Кубанские медики назвали тревожным знаком увеличения количества заболевших ковид среди молодого населения в возрасте от 25 до 35 лет. Если темпы вакцинации не усилить, осенью в крае ожидается новый всплеск заболеваемости. О том, как Кубань противостоит опасному вирусу, Юлия Тунгусского. В Краснодарском крае медики ежедневно фиксируют не менее 100 подтвержденных случаев ковид-19. Масочный режим уже ужесточает Новороссийск. Там усилят контроль в общественном транспорте, торговых комплексах и на вокзалах. Медицинские повестки рекомендовано носить даже в подъездах многоквартирных домов. Режим повышенной готовности в крае продлен до 25 июня. И шансов на то, что после будет снят, фактически нет. Ведь кубанцы расслабились и стали пренебрегать правилами безопасности. Про маски все чаще забывают, а социальная дистанция сокращается. Тем временем у тех, кто уже переболел коронавирусом, уменьшается количество антител. И только срочная всеобщая вакцинация может спасти край от осеннего ухудшения ПИД-обстановки. В Краснодаре, как, впрочем, и по всему краю, мобильные и стационарные пункты готовы принять всех желающих привиться. Нет привязки к месту регистрации и к месту фактического проживания. Любой житель, проживающий на территории города Краснодара, прописан, либо гости нашей столицы, могут привиться в наших мобильных пунктах вакцинации, а также во всех территориальных поликлиниках. Это безопасно. И самое главное, что это высокоэффективно. Проявить гражданскую ответственность и сделать прививку призывают всех, кто контактирует с большим количеством людей на совещании в администрации Краснодара, предложили, например, кампанию по вакцинации сотрудников трамвайно-троллейбусного управления. Общественный транспорт обслуживают в общей сложности 4000 человек. Они находятся в постоянном контакте с пассажирами. В регионе с большим количеством городов-курортов, в которые сейчас прибывают масса туристов, важно принимать меры предосторожности. Очень ответственно к профилактическим прививкам отнеслись работники культуры в Сочи, обезопасить себя и других от страшного заболевания, решил коллектив самой большой концертной площадки Черноморского побережья, зала фестивальной. Врачи выехали на место, чтобы поставить уколы всем желающим. Максимальное внимание в преддверии курортного сезона мы уделяем организованным коллективам, тем сочинцам, которые непосредственно будут работать с нашими гостями, с нашими отдыхающими. Личный пример сотрудникам культурных учреждений показывают известные артисты. Один из них – новый худрук сочинского концертно-филармонического объединения Максим Аверин. Начните с себя. Позаботьтесь о тех, кто вам дорог, кто вам нужен и кто вас любит и очень ждет вас дома. Сейчас есть такая возможность. Сделайте прививку от COVID-19. Я сделал. Увы, именно близкие люди чаще всего и становятся источником заражения. Врачи Кубани рассказывают страшно, когда уходят целые семьи. Родственники, попадающие в госпиталь, молятся лишь об одном – чтобы не потерять друг друга. А война, которую врачи ведут уже полтора года, все не заканчивается. Люди привыкают, в том числе к жизни на войне. Они начинают шутить, они начинают видеть жизни, начинают видеть цветы, начинают улыбаться. Но война продолжается, люди продолжают болеть и погибать. Точно так же задыхаются старики в реанимационных отделениях. И то, что мы видим сейчас, вновь начали поступать люди – это крайне тревожная история. И от той, что была год назад, отличается лишь одним. Теперь есть эффективное и безопасное средство профилактики вакцина. Если количество привитых не увеличится в короткие сроки, уже осенью можно ждать новых проблем.